Сегодня мы находимся в очень необычном месте, именно там, где изготавливаются самые настоящие бронированные автомобили. Следуй за мной! Компания Incas Wiggles – крупнейшее предприятие в Дубае по производству бронированных автомобилей. От армейских БТР повышенной комфортности до роскошных седанов представительского класса. В Chevrolet Suburban – противопульная защита всего пассажирского салона до уровня B7 по европейскому стандарту. Защита днича от одновременного подрыва двухручных гранат немецкого типа. Колеса также оснащены системой Run Flat, позволяющей продолжать движение при пробитии шины. Противопульная защита аккумулятора и бортового компьютера. Первый раз в жизни я буду сидеть на заднем сидении бронированного автомобиля. Задняя часть багажника не бронированная, но зато есть дополнительная дверь, которая отвечает за сохранность тех, кто сидит внутри. Это часть металлической капсулы, которая защищает автомобиль по всему корпусу. Автомобиль полностью покрыт броней, но он не перестает быть люксовым. Обратите внимание на дополнительные элементы, которые защищают водителя. В этом автомобиле есть все детали, на все случаи жизни, даже туалет. Все в этой машине защищено – бронированный пол, стекла, двери и даже крыша. Примерный вес этого монстра – 4,5 тонны. Представьте, какая это мощь! Уровни бронезащиты разделяются по классам в зависимости от вида оружия, которым они тестируются. Однако они всегда превосходят уровень нападения и способны защитить не только от штурмовых винтовок, но и от мощных бронебойных пуль. Сейчас у меня есть замечательная возможность познакомить вас с основателем этой компании «Инкос» у Бекхон Максумов. Здравствуй, Лукбекхон! Коротко о вашей компании. Наша компания была основана в 2012 году. На производстве работает более 150 человек. Мы выпускаем продукцию до 100 машин в месяц категории ВИП, инкассаторские машины, военные и легкой брони. Работаем, экспортируем нашу продукцию по всему миру. Как можно вообще бронированный автомобиль отличить от небронированного? Ну, в этом-то вся и задумка, чтобы мы бронируем автомобиль, чтобы человек не мог распознать, что едет по дороге бронированный автомобиль, чтобы по нашим, как сказать... Дорогам, технологиям? Нет, не только технологиям, а технологиям, чтобы люди не могли подготовиться, понимаете, к этой машине. Там есть пару факторов, которые они должны соответствовать. Поэтому мы стараемся вообще не менять ничего. Мы говорим про гражданский автомобиль. Понятно, если уже когда мы берем на военную машину, там уже это уже совсем другая техника. Мы говорим про гражданский. Вот вы видите автомобиль, если он будет проезжать где-нибудь возле вас, я не думаю, что вы поймете, что это бронированный автомобиль. Скажите, а для участников дорожного движения вообще понятно, что это бронированный? И как-то водителей вы обучаете для того, чтобы водить автомобиль? Нет, соответственно, водить обычный автомобиль или бронированный, это две разные вещи. Мы даем инструкцию, потому что машина весит на два раза больше после нашей модификации. И там уже, во-первых, есть определенная скорость, которую он не должен превышать, определенные навыки в поворотах, потому что машина весит 4,5 тонн. Да, там мы изучаем, мы еще даем специальный ману, где водитель должен будет это все прочитать. И там все инструкции указаны, как пользоваться этой техникой. Как-то мне на парковке один человек сказал, что он был водителем бронированного автомобиля. И пожаловался на то, что у него даже начало падать зрение из-за того, что лобовое стекло из-за брони. Это правда или это вообще неправда? Ну, чтобы не падало зрение, надо вовремя стекла менять, потому что стекла у них гарантия на 2 года. После двух лет уже там идет деламинация, дисторшек. Поэтому и она превращается в лупу. Это, например, медицинские очки. Поэтому у них потом начинаются проблемы со зрением. Просто нужно вовремя смотреть за машиной и делать мейнтернс. Да, вот это интересно. А вот скажите, а вот шины и вообще колеса, они так же защищены в гражданских автомобилях, как и в военных? Во всех машинах. Во всех, да? Просто там уже внутри идет специальная вкладка, на которую можно проехать 80 километров и уйти от зоны обстрела. А бывает так, что заказчик недоволен какими-то элементами и приходится что-то переделывать? Ну, заказчик всегда прав. Многие могут там недовольны быть, что у него там цвет кожи, там, например, красный или золотый, или постелительный, еще что-то, или где-то там ему что-то добавить. Мы это все делаем. Мы это все делаем так, чтобы недовольны клиентов, тем более такого уровня, чтобы у нас не было. Скажите, когда покупатель получает, заказчик правильно, получает свой автомобиль, он на мейнтенанс, на обслуживание к вам привозит, или где-то это есть что-то дополнительное, какие-то сервисы? Мы даем гарантию два года, или 40 тысяч километров, если что-то происходит в течение двух лет, наши специалисты могут выехать там в любую страну и устранить эту поломку. Ну, также мы подписываем контракты в тех странах, где есть уже у нас свои сервисные центры, где после двух лет они спокойно могут прийти, прочитать автомобиль, поменяют стекла, подвески, колеса и делают полностью ТО. У нас мы просто подписываем договора с этими странами. Ну что, самое время прокатиться на настоящем бронированном автомобиле? На самом настоящем бронированном автомобиле! Поехали! Улукбек Хон Максумов, генеральный директор Интес, с радостью показал новые бронированные модели гражданских автомобилей под заказчиком. В Мерседесе G63 противопульная защита всего пассажирского салона до уровня B6 по европейскому стандарту. Защита днища от одновременного подрыва двухручных гранат немецкого типа. Колеса оснащены системой RunFlat, позволяющей продолжать движение при пробитии шины. Бензиновый двигатель 4B-турбо и девятиступенчатая коробка передач. Противопульная защита аккумулятора и бортового компьютера. Ну, конечно, самое главное, вот наблюдая за твоей историей успеха, хочется совет молодым предпринимателям. Как не сбиваться с пути? Как начать и продолжать свой путь? Вот именно верить в то, что ты делаешь. Ну, что я могу пожелать молодому? Я хочу пожелать, чтобы они все свои иллюзии оставили дома, вот, что они приедут и сразу у них все, дай бог. Это в Арабских Эмиратах, да, вы имеете в виду, да? Ну, из ста процентов, конечно, может, какой-то процент на пару процентов соотношения, что человеку повезло, он приехал, ему сразу дали. В течение недели работают. Американская мечта здесь не работает совсем. Ну, нет. Нужно уже, как бы, но, смотря, опять-таки, от человека зависит, как он вообще приехал сюда, подготовленный. У него уже до приезда, у него уже есть наработки. Он уже, например, где-то онлайн посидел, уже у него есть какие-то уже интервью. Он целенаправленно приехал уже выбирать работу. А есть люди, которые приезжают, просто там сейчас здесь покажу и найду где-нибудь работу. Ну, как бы, я просто хочу посоветовать молодежи, чтобы они уже, как бы, опять-таки, повторюсь, свои иллюзии убрали. То, что Арабские Эмираты приехали, быстро там зарплату дали, 5-7 тысяч долларов в офис, дали машину, дали визу быстро рабочую сделали за неделю. Ну, не бывает. Поэтому пусть они подготовятся, приедут, что хочу позвать, чтобы они быстро здесь устроились и пусть цепляются за любую работу. Пусть, как бы, если они уже выбрали эту страну и они хотят здесь чего-то добиться, пусть начинают с низом, я не знаю, кофе пусть таскают, пусть двери открывают, пусть, я не знаю, в магазине работают. Главное зацепиться, а там уже, как от него пойдет, и все, что я могу подводить. Держайте, ребята. Держайте. Пулакбекхон отметил, что компания сотрудничает с государственными учреждениями, армией, посольствами и охранными компаниями, которые задействованы в горячих точках. На заводе работает интернациональная команда, порядка 150 человек. В основном это канадцы, россияне, британцы, пакистанцы и индийцы. На всех моделях автомобилей используются материалы высокого качества, в том числе легковесная композитная броня, баллистическая, дважды закаленная сталь и стекла поставляются ведущими производителями США и Канады. В 2019 году «Инкос» победил в номинации «Лучший производитель транспортных средств безопасности» в рамках церемонии награждения транспорт и перевозки на Ближнем Востоке. Большому кораблю большое плавание.